Дорогие братья и сестры, мир вам! Вы знаете, сегодня я хочу выбрать подражение теме проповеди о наших устах. Так как я не могу окончить за один раз, как эти темы очень длинные, а временем, как всегда, я ограничен. Я бы хотел, прежде чем говорить мне это Слово Божие, прослушивающий этот псалом, он настолько тронул мою душу, не хочется одно сказать «Эй, гради Господи!» «Благословен ты, благословенна имя ты! Хочу, хочу домой! К тебе, Я Господи!» Дорогие братья и сестры, вникнуть в эти слова, хочется ли нам? «Домой!» «И мы здесь уже жители, здешние!» «Мы здесь не странники, не пришельцы!» «Я хотел бы, чтобы мы сегодня уникнули, кто мы сегодня здесь?» «Какие наши уста?» «Какая наша жизнь?» «Может, мы и так уже здесь, как приписаны постоянные жители, нам устрояем жизнь, планируем жизнь, много устройств, планируем, не досыпаем, не доедаем!» «Мы все стараемся, чтобы нам быстро здесь на них встать жизнь!» «То, что мы потеряли в союз здесь, это сделать!» «Но я прошу молитвенное состояние!» «Прошу молитвенное, чтобы Дух себе помог!» «Вы знаете, какие силы этими ада восстали против меня!» «Как все силы положены для того, чтобы мне не дать возможность уговорить это слово!» «Выявление по церквам, чтобы не принимали, не слушали!» «Но я говорю вам!» «Читайте Библию!» «Не смотрите на авторитеты, знаменитости, звезды, и на Василия, и на Степана, и на Романа!» «Читайте Библию!» «Я говорю то, что от самого Господа принято, и вам передаю!» «Он открыл мне!» «К сожалению, я не могу всех тем отдать!» «Не достает возможности времени!» «Я не могу!» «Я ограничил постоянно время, когда прошу, братьев, дайте мне хоть 30-40 минут, а не давить 5-10!» «Я не могу!» «Но я прошу!» «Может быть, уже я смотрю, что так силы все положены, чтобы вообще мне не дать возможности проповедовать!» «Может быть, это последняя проповедь моя!» «Но я хочу сказать!» «Я буду говорить!» «Готово времени, пока бьется сердце в груди!» «Я буду говорить то, что Бог открывает!» «Я буду!» «Я не знаю!» «Только знает один Господь!» «А я знаю, что Искупитель мой жив!» «Я прошу, молитесь, чтобы Бог дал силы!» «Бог дал мудрости!» «Бог дал вернее откровения!» «И говорите за слово в точности передать!» «Не смотреть на эти запреты!» «Не смотреть на эти ограничения!» «Не смотреть!» «И пусть Дух Святой действует сегодня у нас!» «Я буду читать то, которое я получил в августе месяце!» «Господь открыл!» «Я уже частично говорил о этой теме!» «Это и раньше были, на это положение идет еще!» «Тема чистоте и святости наших уст!» «Без чистоты и святости не может быть силы ни в одном слове, которое я говорю!» «Слова непорочных угодны Ему!» «Приятная речь сладко для души и целебно для костей» «Приятная речь сладко для души и целебно для костей» «Слова Христа имели такую силу!» «Почему человек говорит со властью?» Иоанн 7, 46 «Потому!» «Слова Христа имели такую силу!» «Почему?» «Потому что Он был Сын Божий!» «Он сказал!» «Все, что Ты повырел, Я сделал!» «Сказал так Отцу!» «Отче!» «Он хотел, Он пошел добровольно делать, творить волю Отца, пославшего Меня!» «Видите?» «Он не делал от Себя ничего!» «Он не делал от Себя ничего!» «Волю Отца, пославшего Меня!» «Он творил!» «Вот в чем заключалась сила Его Слова!» «Он говорил слова Божьи, слова Отца Своего!» «Он говорил то, что Отец хотел!» «Он делал то, что Отец хотел!» «Он днем учил, а ночью уходил молиться!» «Навстречу с Отцом!» «Получат снова, что дать народу!» «Какую пищу дать народу!» «А наши проповедники, а наши священники ни на коленях не хотят стоять, ни получать Отцового Господа!» «Вот они добились одного!» «На нашем побережье открыли вот этот библейский институт!» «Думаю, там посигнуть искусственных пипусей, пастырей, священников, на руку полагают, дадут им лестницы, дадут им удостоверение бакалавров, докторов библейских наук и тому подобное!» «Это уже все!» «Готовить встречать церковь!» «А где сила Духа Святого?» «А где действие?» «А где сопровождение?» «Он говорил, что когда я пойду, пошлю вам Духа Утешителя!» «Утешить!» «Так?» «Оставить!» «И будущее возрешить!» «Где оно?» «Где оно?» «Дела, которые я твору, вы больше сексотворите!» «Что это говорить о том?» «Он не сказал, что когда я пойду, то пошлю вам Духа Утешителя, чтобы вы создали институт и колледжи, чтобы вы удостоверяли лайсенсами, бакалаврами и докторами, и тогда я буду действовать, тогда я буду действовать вдвойне через вас!» «Что сказал, смотрите, когда этот человек восхищается Илья, а он говорит, «Илисей, что ты хочешь?» «Проси!» «Сила, которая на тебе, пусть будет вдвойне на мне!» «Видим, что он хотел?» «Если увидишь меня, когда я буду взят, будет дана тебе!» «Если увидишь!» «Если увидишь Сына Божьего!» «Если увидишь Отца Своего!» «Будет тебе!» «Будет тебе дана сила и власть!» «Знание и познание!» «Мудрость от Господа!» «И твое сладкое уста!» «Будет это приятная речь народу!» «Сладкая речь!» «До души!» «До души народа Божьего!» «Почему?» «Потому что твое уста!» «Уста Христа!» «Уста Христа!» «Уста Христа были уста Божьи!» «Твое сладкое приятное речь!» «В наши уста, когда Христовый Божий!» «Это речь приятная, сладкая!» «Она нежная!» «Она целебная!» «Она вскрывающая грех!» «Она разоблащающая дьявола!» «Она разоблащающая действие его!» «Знание!» «Познание!» «Стажа!» «Эта речь!» «Буква убивает!» «А Дух же творит!» «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» «Дух живо творит!» «А я бы хотел, чтобы она была целебна эта речь!» «Для нашей души!» «Сладкая!» «Целебна для костей наших!» «Костей!» «Видите!» «Бог смотрит на это!» «Бог хотел победить нас!» «Согласно его собственному обетованию!» «Божьему обетованию!» «Слова, которые я говорю вам!» «Говорю не от себя!» «Отец, пребывающий во мне!» «Он творит дела!» «Видите!» 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 «Не от себя я говорю!» «Но от пославшего меня дела, которые я творю!» «А он, он, пребывающий во мне!» «Он творит!» «Он имя!» «А он творит дела!» «Дорогие братья и сестры, вы знаете, как важно это!» «Что именно наши уста были уста Господни, чтобы именно шла эта сладкая и приятная речь!» «Эти слова, которые Христос говорил здесь на земле, когда он был, что...» «Мы есть частное наследие!» «Мы частное наследие!» «Его!» «Иисуса!» «Оставлено Он своим последователем!» «Слова, которые ты дал мне и им передал!» «Я им передал!» «Он нам эти слова передал!» «До нас мы и дошли!» «Его слова!» «Дорогие братья и сестры, они дошли до нас!» «Мы имеем эти слова!» «Слово от Господа в устах наших!» «Да мы не ходим во свете этой славной истины, и Господни с нашими устами, пока про нас не могут сказать так, как именно говорил Христос!» «Видите?» «Видите в нас эту речь, приятную и сладкую, Божью речь!» «Подумаем об этом, чтобы Он был с нашими устами, уплывая нашими устами!» «Когда мы добираем себя со целой и свою устало, вручаем Ему, тогда Дух Святой управляет нами, нашей речью, будет говорить только те слова, которые от Отца!» «Братья и сестры, не те слова, которые я знаю и понимаю, а те слова, как Павел сказал, я от самого Господа принял то, что и вам передал!» «Я передал вам не Павла словам, а Буртые слова, то, что Бог передал вам!» «О, как бы хотелось, чтобы это было в нас, в нашей жизни!» «Я помню, не так давно, один из молодых братьев вышел на комнату, и он просто зачитал, то, что она писала, почему вы его оставили!» «Видите?» 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 «�то говорит о чем?» «Это говорит о том, чтобы остался Тот, кто Льва следовал в жизни!» «Вместо покаяния, вместо смирения, вместо раскаяния, вместо умоления – у них зло, у них воздушение!» «Зачем ты не вовремя эти слова?» «Зачем ты это делаешь?» А вот то, что нам нужно, чтобы у нас был Христос, жил Христос здесь, а у нас хочет брать в дело Господь, человек хочет говорить Господь, Господь говорит сегодня, прочитай, скажи, что я не пришел на землю, чтобы сегодня были церкви, называемые единоменацией 50-ники, были подвесы 300 тысяч членов церкви, и не были мертвые церкви религии, говорили на языках, но не было знамений, чудес, не было реальности. Это люди религии, это мертвая вера, мертвая религия. Я не хочу этого, я не хочу видеть только в своем таком состоянии, я хочу, чтобы они видели голос мой, слышали, видели, говорили со мной, реально переживали. Это я хочу. Я хочу такие церкви, я хочу, я стучу, я сегодня говорю, где эти сыновья, где эти дочеря, которые могут стать в проломе за истину, через которых я могу делать, говорить, запрещать, прощать, освобождать. Я тот, который прощает, освобождать, я хочу вскрывать, кто пойдет. Моисей нужен Богу был, чтобы пойти, сказать, пора он отпусти народ. Бог сегодня ищет этих Моисеев сказать. Довольно скажите это джяволу. Вы меня очень можете послушать. Сегодня он ищет этих Моисеев сказать этим людям религии, этим наемникам. Довольно держаться в религии, во братье, в ваших законах, в ваших знаниях, в ваших рамках. Довольно. Я хочу действовать. Я хочу, чтобы благодать Духа Святого действует. Я хочу, чтобы в церкви было движимо, движимо Духом Святым, исполнено благодать Духа Святого. Ваших знаний познаниях, но Божьи, о, Божьи слова. Христос, будучи сыном Божьим, он не говорил ничего о Тебя, но он говорил слова пославшего Его, творил дела Божьего. Видите? А кто же мы? Что когда стал проповедить, прочитал кое-как из Библии, что должны быть такие уста, должны быть такие слова, нужно быть такое живое слово. Не может так быть. О, ты не вовремя говоришь, ты молодой еще. Видите, что это голос такой? Ты очень молодой, ты не переживал, ты не перенес. Ты мало знаешь, а мы пережили, а мы знаем, а через нас Бог много действовал в союзе, много людей обращались, получали, мы много видели. Люди, эти люди, но духовно, эти люди в богоотступлении сейчас. Он не говорит, нас было, через нас было, тот, который во Христе, и за Христом он не будет говорить, что было, а на нем увидеть, что с ним Господь без слов. Да и аминь. На нем увидеть, Христос не говорил, что он везде, а я Сын Божий, я Сын Божий, я Сын Божий. Он говорит, за кого почитаете люди меня? А потом лично сказал, а вы за кого почитаете меня? А чем я только сказал, ты Христос, Сын Бого Живого. Да? Нажим ты, ибо не плоти кровь тебе откривай, отец мой сущий на небе. Видите? О, я бы хотел, чтобы сегодня открыл наши глаза так, Господь, нам видеть, нам слышать. Ты Христос, Сын Бого Живого. Здесь помазан Божий, помазанница Божий, Бог говорит мне, церкви, народу. Я слышу этот голос отца моего. Я огни на это. Я хотел бы, чтобы это было в нашем состоянии, в наших семьях, в церквах, как и любовь. Все, что нужно для Бога, для того, чтобы Бог мог действовать через нас, это доверчивое и податливое сердце, которое желает быть руководительным Святым Духом. Видите, что Бог хочет? В этом деле Он хочет, чтобы именно перед нас. Доверчивое, податливое сердце Богу, желание, которое желает быть руководительным Святым Духом в этом деле, в Божьем деле. Он должен быть руководительным. В этом деле Он должен помнить знать, что в таком неисповеренном, непрощенном, неочищенном, не обитом крови Христа сердце не может жить Христос, быть Дух Святой, говорить Слово Божье убедительно и с помощью Святого Духа. Потому что эти уста сердцем нечисто, и через эти уста изнутри нее соживая вода. О, не говори, не идет Слово от Господа. Когда жил Христос, Он был в отце, и Отец Немал, видите, тесно, не явно, не явно, не явно, не явно, не пославши на меня. Я и Отец одно, как он сказал. А я и Отец одно? Если сказать, да, я и Отец одно? О, ты меня, брата, извини, ты меня обвиняешь незаконно, незаслуженно. Я христианин. Если ты христианин, то твои глаза, твои уста, твое лицо, отображение славы Божьей, что ли внутри живет Христос. Христианин. Христос живет. Живущий внутри Христос. Аминь. Во имя Господа Бога, Господь Бога, призываю вас, покаясь. Скажите Ему, я хочу быть христианином. Христос, твоим сыром. Я хочу только быть прощенным, да, ведь. Потому что через непрощенное, методичное сердце не может говорить, Господь, действие Бог. Только с приходит, чтобы каждое слово, оно было в жизни. С каждым словом, оно пришло в силу, в подкрепление для души каждого служащего этого человека. Мы можем проповедить. Мы можем говорить. Слова могут изливаться из колеблющейся души, казаться искренними, они могут точно соответствовать Писанию, но они бесполезны, эти сосудочности. Потому что грехи лишают наши слова всякой сверхъестественной силы Божьей, власти Божьей. Это не важно, как грамотно, насколько мы начитаны, настолько мы знаем этику, эстетику, благословие, знаем историю библейских, всех этих познаний. Мы знаем, это еще не важно, это еще не главное, этого дьявол не боится. Дьявол боится, когда мы помазанники Божьи, когда наши уста сопровождают все естественное силой Божьей, куда говорить сын или дождь, но говорить Христос, Господь Цаос, сила Божия, ад, тревога, трепетия. Это говорит, помазанник Божий, это говорит, сам Христос, сын Божий, а в этом сила, в этом заключается сила. Не в красноречии, не в повалении слов, в повалительных словах, в могуществных словах. Сейчас говорю, о, послушайте седину, прессе мной вставать нужно. Да, я почитаю этих старцев, которых я помню, хорошо помню. Они уже покойно тошли в вечность. Но как эта седина сказала, я до сих пор помню, как молились. Да, они передали этот огонь. Но сегодня я вижу здесь тоже много седины, лукавства, лицемерия, зависти, обмана. Не имея, показывая вид благочестия силы отрекшейся, что перед этой сединой вставать, да, нужно вставать перед ней на колени и говорить, Господи, прости эту седину. Открыть глаза этой седине, они погибают, они в религии, они в законе, они в грехах. Да, нужно вставать и говорить. Так хочет Господь. Так говорит Господь, чтобы эти уста, этих людей были всегда чисты. Только тогда через чистые уста будете чистые слова, пособные дать здоровье народу. Истинный. Иисус сказал, добрый человек из доброго сокровища вносит доброе, а зло – зло. Парфеля, 12, 6, 5. Смотрите, еще хочу сделать одно предпрощение, и остановить в одном слове. За каждое праздное слово, которое мы произносим, будет отмечено в день суда. Каждое праздное слово, которое вышло из уст нашей, будет отмечено, дадим отчет в день суда. Значение. Именно значение этого слова я хотел бы сделать в суд. Слово праздное, не достигать никакой цели, ничего не делать доброго, пустое, бесполезное, безрезультатное, безразличное, не имеющего ни смысла, ни цели, ни значения, пустое. А ну, проверим, сколько этих слов в день пустых. Что такое это пустословие и смиротворство? А почему не через нашу устаю? Внутри там заложено, внутри там живет кто? Дух Святой Христос. Есть и Дух Святой Христос. Благодать, мир, радость, святость, терпение, воздержание, кротость, милосердие. А пустословие там, где пусто, то кто занимает, и идут пустотами, и кто там живет. Поэтому там безрезультатные эти слова, беззначение, ни к кое-никакому делу, к спасению души нашей, к освящению, к утешению. Он не относится, нет, совершенно. Так как мы часто слышим, а я немножко подшутил, нет, ради поддержки там, состояния такого веселого, сказал, подшутил, анекдоты и тому подобное. Христа часто послышит, что Бог этого не хочет, ни подшучивания, ни случайных слов разных, в течении дня. Это вот и связано с нашим свидетельством, кто у нас, по ком мы свидетельцы, кто у нас живет, кто у нас живет. Тогда мы можем давать и советы разные, и все ему негодные советы, для того же, чтобы посмеляться на человека. И после этого, в крови такого человека, не дает ничего, он не стягает ни за чего. Слова, ничего не дающие, помню, в Божьем у царства, через этого человека. Потому что он нечист, не станет с ним. Только что тревитали, осуждали, подшучивали, все такое пустое, но, как Бог не может действовать, в чеке этого места. Скажи, Господи, открой глаза, сердечные уши, чтобы видеть и слышать, Господи, я хочу перед себя. Свой разговор, свои действия, свои поступки. Да, это Бог хочет. Равнодушие, несерьезное служение Богу, безразличие служения Богу, нежелание служения Богу от чистого сердца, нежелание молиться, нежелание проповедовать, нежелание читать Слово Божьего. Но скажи, Христос, помоги, чтобы я мог ходить, говорить, видеть, слышать, действовать, благовение и страхить перед Тобой. Помоги, принимать обучение, наставление, предупреждение, серьезно, и начать слушать свой собственный Господь Богу. Кто бы мне верить, чего тебе надо? Я очень прошу тебя, Дух Святой, вложить в меня, Божий стран, за мои уста, минсли, слова, действия, что я мог наблюдать за моими устами, мыслями и говорить осторожностью Богу, не только в присутствии других, но и наедине. Когда никто не может не видеть меня, слышать меня, тогда только видеть меня Господь. Тогда я наденусь Богом, Он видит и слышать, тогда я могу только сказать, когда бы усвоить от этого все могу, укрепляющий меня, Иисусе Христе. Не я, а живет во мне Христос. Для меня жизнь Христос, а смерть – провинтение. Бог желает быть так же и с нашими устами. Бог снова и снова напоминает и очищает и ищет в себе души, сердца и уста, которые смогли бы чистыми устами, сердцами говорить к миру слова от Господа. Поэтому Он хочет располагать, видеть в нас эти чистые уста, таким образом Он сможет говорить, приводить народ к себе, открывать народу глаза и приводить народ к славному, благословенному, именно этому городу, жизни вечной, вечной жизни Иерусалима, святому городу. Божий народ, как Исаия, должен осознать, как низко мы опустились от истины и исполнения Святого Духа. Как свободно, и не обузданно, недисциплинированно, безответственно, без всякого страха, благословения мы поступаем, говорим, действуем. Не придаем этому значения. Поймите правильно. Здесь о суде я говорю, мы не должны бояться суда, что меня ждет суд, наказание, суд христиан не ждет, сыновей и дочерей всех меня ждет. Нет. Но суд ждет, кто во грехе живет, действует, препятает вид благочестия, силы его трекшить. Это суд. Но когда мы с ними уйдем, это наказается. Поймите, братец, это наказается. Я бы хотел, чтобы меня не бояться суда. Но не моя участь, не моя часть быть на суде, моя часть быть на престоле с ними, радоваться, славить имя Господа Бога Солом. Исайя сказал, горе мне, погибе, я человек с учительством встали. Почему он сказал это? Потому что Исайя прекрасно знал Бога. Исайя был правок Божий. Исайя был тот человек, с которым говорил Бог. И через которого говорил Бог. Это он знал. Но царь Озия отступил. Да, он отступил от Бога. Он имел грех, сделал грех. Исайя, почему ты молчишь? Не уважал Озия. Он был почетив Озии. Он был мать уважаемым, но мы пророком. И если сказать, Озия, ты согрешил, погайся. Но Озия посмотрели на Исайю, не с тобой пусть все равно. Как много сегодня пророков, к сожалению, подобно Исайи, говорят то, что нравится, встят слухом. Только чтобы их почитали, понимали, разрешали. И только тогда, когда умер царь Озия, когда не стало его, Исайя сказал, «Горе мне погиб, я человек с нечистыми устами». Озия, аминь, горе погиб. Я видел себя в год смерти, второй он, я видел Господа. Я видел его, я видел одежду, я видел ноги, я видел усы. Я не видел его. И что? Пал. И что Бог ему сказал, он упал там, видите, опять па, опять па. Павел упал, Исайя упал. Много увидим. Пал. Много упал, Сая, и сказал, горе мне погиб. Я человек с нечистыми устами. Стал Исайя, стал, поднялся, когда коснулся Господь его, когда взял из жертвенника эти угли, коснулся уст, его очистил. Он стал новый Исайя, новый человек, новый пророк, обновленный пророк, очищенный пророк, через который уста очистый гвы Господь. Умер старый Исайя, стал новый Исайя. Старый упал и умер, стал новый. И жертвенника угли, взятые коснулись уст, его. Я не хотел, чтобы эти угли, огня Духа Святого, и жертвенника Господнего, коснулись уст наших, лживих, лукавих, нечистых, лицемерных, коснулись, очистили нас. Исайя мог говорить, что другое, но он увидел себя, что он с нечистыми устами, братья и сестры, нам нужно обновиться в нашей жизни, сказать подобное Исайи, горе мне, погиб я. Я человек с нечистыми устами, и хочу быть в обновленной жизни, обновиться с ней, как Исайю обновил. Обнови, возьми, и жертвенника эти угли, коснись, очисти меня, чтобы меня видеть, слышать. Чем чаще и больше я имею общение с Богом, тем больше я вижу, я слышу голос Божий, и вижу свои недостатки, и слышу свои слова негодные. Вижу это все. Чем больше я в общении с Богом, тем я больше и чаще вижу себя. Чем чаще видение, тем больше я ощущаю греховность, которая есть еще в моей жизни. Тот непокорный язык. Я, гордость, надменность, необузданность, себелюбие, эгоизм. Плость моя требует своего. Но воскресший человек, обновленный человек, аминь, он идет, не он, а Господь. Все могу, укрепляющий меня, если ты сеть. Да меня жизнь, Христос, а смерть превратильная. Сколько раз на день мы говорим, не обдумай. Почему это происходит с нами? Почему? Потому что происходит оно не просто так, не чисто случайно. Нет. От не должного, не святой, не обузданной жизни. И языка распаленного гневом, зла, зависти, креветы и тому подобного суждения. Бог сказал Моисею, человек не может убить меня и остаться в жилье. Исайя видел, видите? Видел. Остался в жилье, но он умер. Понимаете? Исайя умер, стал новый человек. Прежний Исайя умышлен. И он видит Господь. Иоанн на острове Патмосе пал, тоже пал, как мертвый. Исайя стал новый, Иоанн стал новый человек на острове Патмосе. И после этого Иоанн пишет спасание от Господа к церквам. Не Иоанн, а Господь через Иоанн, а пишет, говорит, обращается к церквам. Служителям, поместных церквей. Иоанн новый человек. Видел и неумерен. Вот так я доверил. Видеть Господа. Видеть, это значит, умереть. Ветхлой жизни, ветхлой человеке. Ветхлой человеке. В этом лежит вся основа. Основа именно в том, чтобы нам умереть в ветхлой. Нашим водами. Умерли. Подумай, Роман. Дай сегодня, чтобы наша это все старая, негодная, человеческая, натура, характер, гордость, она ушла, удалена была Иисусом Христом. Скажи мне. Когда уйдешь Его, скажи. Ты, Господи, помоги мне. Помоги мне умереть. Помоги мне освободиться от этого. Да мне выйти в эту воскресную жизнь. Воскреснуть. В этой ветхлой, старой, адаму, исключающейся с культурной жизни. Как прекрасно. Господь был в суставе Иисуса. С того момента и далее, когда Иисусом Христом стал новым человеком. Когда прилетел к нему этот сиропиладмиссер и мой. Ты угли очистил. Жестный коснулся. И что он сказал? Еще когда коснулся уст, и беззаконие твое удалено тебя. Грех твой очищен. Аллилю. Молитесь. И вижу сейчас. Я вижу, как он идет. Я вижу, как смотрит на вас. Слушаю, ищите какие-то слова. Он смотрит, кто сегодня скажет. Иисус Семен Давидов помилуй меня. Иисус, обрати свое лицо. Коснись меня. Коснись уст моих. Коснись сердцем его очисти. Он сегодня скажет. Очистить, хочу. А грехов своих. И беззаконие твое будет удалено. И грех твой очищен. Ныне сейчас. Кровью Христа. Аллилю. Именем Господа Бога Саволфа. Я запрещаю тебе, дьяволу, действовать в народе Божьем. Иисус победитель. Иисус освободитель. Иисус здесь есть живой, действующий. Аллилю. И беззаконие твое будет удалено. Господь говорил Иисусу, пойди, скажи. Иисусу пошел и говорит. Нам сегодня, каждому, предложено, чтобы я мог отказаться от всего этого года, Бог предлагает тебе сейчас откажись. Порви все колеси, все связки с дьяволом. Я хочу жить с тобой. Я хочу говорить. Я хочу, чтобы твое сердце поддатливо доверчиво действует. Я хочу, чтобы не надо твое уста говорить народу. Нам сегодня предлагается верить. Веря. Веря, чтобы воскреснуть. Веря, быть принятым, чисто святым. Веря и жить, говорить Богу, как искупленный кровью Христа. Дух обещает обрезать наши уста и сердца, так что мы сможем говорить слова нашего Отца, как делал Христос. Как делал Христос? И он делает силы. Он говорит, силы идти. И он совершает твоя обезда. Обещай Богу, что ты больше не будешь обманывать. Или сплетишься, завидовать, велитать, лицемерить. Или говорить что-нибудь пустое, бесполезное. Христос предлагает, чтобы каждый унизил себя. Погрузился именно в Слово Божие. Внизил. Внизил. В себя. И видел себя на свете снова Божьего. Скажи перед Богом саму в себе. Господи, я больше не буду. Я не хочу так говорить. Миссия, говори. Но я сам не могу. Помоги мне, Христос. Помоги мне. Я не могу поворотить себя. Свою натуру, свой характер, свое я. Свою гордость, свои надмины, свои привычки. Я не могу умереть. Помоги мне освободиться. Я прошу тебя. На помощь. Помоги. Я всецело поручаю. Себя тебе отдаю. Себя. И жизнь мою тебе, мой Иисус. Помоги мне. Чтобы мне стать новым человеком. Каждое мое движение было Твое движение. Слова, Твои слова. Я прошу тебя, Иисус. Помоги мне. Господи, помоги мне. Если только подумающий захочет сам исправить свою жизнь. Дорогой брат и сестра, тебе это не получится. Не получится, я прошу тебя. Нет, дело это не начинает. Нет, пригласи я только Христа. И Он даст тебе помощь. Он поможет тебе. Чтобы наши губи были Господни. Наша воля должна быть исправна, чтобы мы могли повиноваться Его Слову. Поэтому Господь хочет от нас, чтобы наши губи, это ворота, через которые Дух Святой должен струиться, и только так, когда мы подойдем, чтобы очиститься у ног Христа, то после прощения, очищения, Он сотворит нас в могучую реку Духа Святого, могучим приливом живой воды, истинять, очищать, обновлять, исполнять. Эта река будет течь изнутри тела Христова, ищая под рекой воды живой, и этой реке может плыть, плыть. Многие люди получают исцеление, благословение, и эту силу, неизвестную, эту силу, сверхъестественную силу, все, что Ему необходимо, уже предоставлено, фонтан уже готов к Божьей благодати. Продолжение следует...